Абул-Валид Аль-Гамиди. Чечня после Амира Хаттаба. Бисмилляхир рахмани рахим. По просьбе братьев, я, иншаллах, расскажу о некоторых событиях, начиная со смерти нашего брата Абу Солиха Амира Хаттаба до наших дней, 2003 год. Что касается смерти нашего брата Абу Солиха, рахималлах, то я описал в деталях, что произошло, и вы можете почитать об этом, иншаллах. Через три недели после трагических событий, которые я упомянул в письме, мы боялись, что моральный дух муджагедов падет после ухода Амира Абу Солиха. рахималлах, и мы хотели, чтобы молодые братья Амиры проявили терпение и стойкость. А оказалось наоборот, клянусь Аллахом, они подходили ко мне, успокаивая меня, говоря, мы будем с вами до конца, и это событие только увеличить на стойкость на этом пути. Моральное состояние братьев было на высоком уровне, аль-хамдулиллях. Я не видел ни одного брата, который был бы подавлен. Конечно, они были расстроены новостью, но сохраняли моральный дух, аль-хамдулиллях. Естественно, от смерти такого лидера, как Хаттаб, будет определенное чувство потери. Первое, о чем я подумал после его смерти, это единство, потому что когда мы едины и становимся как одноцелые, то с позволения Аллаха этот шок от потери проходит. Возвращается энтузиазм, боевой дух поднимается с новой силой. Я сначала поговорил с нашим братом Шамилем Басаевым, для сохранения его Аллах, и он сказал мне, что теперь ты будешь вместо Абу Солиха военным Амиром маджлис Шура. Поэтому я сказал ему, что это не может быть решено одним человеком, это должна решать Шура, как мы и договаривались. Мы собираемся, и если люди сойдутся во мнении, чтобы назначить меня, то бисьмиллях, мы полагаемся на Аллаха, так, чтобы ни у кого не возникло плохих мыслей. Он не был доволен моим ответом и упомянул, что, когда посланник Аллаха салиллаху алейху ассалям скончался, он не был похоронен, пока они выбрали халифа после него. Но я настоял, чтобы он созвал маджлис Аш-Шура, чтобы посоветоваться с ними, хотя я знаю наверняка, что все согласятся с тем, что он говорит. Я сказал ему, нет проблем, но это принцип Шуры, чтобы дурные мысли не приходили кому-то в голову. Шамиль был недоволен моим предложением, потому что между ним и Масхадовым были большие разногласия. Он сказал, я знаю Масхадова, и он стал говорить, что ему очень не нравится это предложение. Но я сказал ему, что мы должны пойти на этот шаг, и что вопросы между нами и тобой будут решаться на Шуре. Таким образом, мы созываем Шуру, и если решат, что не следует быть с Масхадовым, то письмеллях, мы не будем иметь с ними дела. Главное привести Шуру, а если решат, что нам следует работать с ним, то тебе нужно будет подчиняться Масхадову. Он сказал мне, это верно то, что ты говоришь созвать маджлис Аш-Шура, и я пойду с тобой на встречу с Масхадовым. Но когда мы все пожмем руки с ним, я выхожу из игры. Я никогда не буду иметь дело с ним, это невозможно. Он никогда не был моим президентом, и когда им не будет. Я сказал, хорошо. Если я созову маджлис Аш-Шура, и ты захочешь уйти, то ведь, иншаллах, военный маджлис Аш-Шура никогда не сойдется на чем-либо, что не приносит пользу исламу и мусульманам. Я не думаю, что ты оставишь что-то, что приносит пользу исламу и мусульманам. Особенно, если этот вопрос был решен на военной Шуре, где встреча с Масхадовым может принести пользу исламу и мусульманам. Я никогда не поверю, что ты можешь оставить это. Он улыбнулся и сказал, иншаллах, посмотрим, а теперь срочно собирайте Шуру. Это было в начале лета или весны, сразу после смерти Хаттаба. Я сказал ему, последуешь ли ты за решением Шуры? В этом весь смысл. Затем мы обсудим планы на лето, так что бисьмиллях. Я сказал одному из братьев подготовить место и начать связываться с Амирами, чтобы собрать их. Тогда Масхадов послал мне письмо, что он хочет встретиться со мной. Я встретился с ним, и мы сидели и разговаривали от молитвы Зухар до Фаджар следующего дня. Мы говорили о многих вещах, такие как единство, о том, что должна быть система и почему мы не придерживаемся этой системы. Он говорил со мной о многих вещах, напомнил мне, что я и Хаттаб приходили к нему и пообещали, что будет встреча с командирами, но эта встреча не состоялась. Я сказал ему, мы не забыли об этом, мы обещали тебе, и я теперь приехал, чтобы выполнить обещание. На самом деле мы были заняты прошлым летом проведением операций, сразу после которых были мощные военные кампании от русских. Если бы ты встретился со всеми командирами, то тогда многие бы погибли, а также из-за зимы. Так что у нас не было возможности собраться, кроме как этим летом. Иншаллах, мы движемся в этом направлении и убеждены, что в этом будет большая польза с позволения Аллаха. Я пришел к тебе именно по этому вопросу. Масхадов сказал мне, что встретился со многими командирами, и мы говорили об объединении, и все согласились с этим. Он хотел встретиться с нами по поводу этой темы. Я спросил его, с кем ты встречался? Он ответил, я встретился с таким-то и таким-то. И назвал имена некоторых командиров, которые пришли к нему. Я сказал, только с ними? Он сказал, это почти все. А я сказал ему, тогда ты ни с кем не встречался, если ты не встречался с нашим братом Шамилем, то ты ни с кем не встретился, потому что он является столпом джихада, и он незаменим. Так что если ты не встретился с ним и не положил конец разногласия, можно считать, что ты ни с кем не встречался. Он был недоволен моим разговором и сказал, что мы выходим из системы. Я сказал, мы не выходили из системы и не будем делать этого, но ты должен сказать мне, о какой системе ты говоришь. О прежней системе или правительстве, в котором были Кадыров и Сулим Ямадаев и остальные лицемеры, которые теперь сражаются против нас, это твоя система и правительство? Ты хочешь, чтобы мы признали ее? Мы никогда не признаем такую систему. Я не знаю, о какой системе и правительстве ты говоришь с нами. Те, кто были с тобой, или лицемеры, или они сбежали. Никого с тобой не осталось, некоторые из них были убиты, и мы просим, чтобы Аллах принял их к шахаду. Не надо говорить мне, что ты доверяешь кому-то из них, включая твоего человека, который говорит с нами. Мы доверяем только тебе, потому что ты не сбежал и все еще остаешься здесь, на поле сражения и продолжаешь делать джихад. Но мы не доверяем остальным и мы не признаем их. Я хочу, чтобы ты сказал мне, о какой системе мы сейчас говорим. Он сказал, ты говоришь правду. Это правда, что остальные сбежали и только 5 или 6 человек осталось со мной. И даже если они сбегут, я не удивлюсь. Я сказал ему, так какую систему ты просишь признать? Он сказал, вот эту, что перед нами. Я сказал, нет, дай мне систему, где есть министр обороны, министр внутренних дел и так далее. Нет никакой системы, которую можно признать. Ты приходишь на шуру и формируешь новую систему из муджахидов и лидеров муджахидов. Альхамдулилях, мы также признаем тебя, никто из нас не стремится быть президентом. Это ответственность, от которой мы все бежим. Он сказал, это испытание от Аллаха и ответственность, свалившаяся на мою голову. Я сказал, да, я прошу, чтобы Аллах помог тебе в этом, но ты должен править по исламу и шариату. Я сделаю тебе предложение, если ты согласишься, то я могу гарантировать тебе, что наш брат Шамиль тоже согласится, и тогда у нас будет единство. И если наш брат Шамиль на него не согласится, то мы бросим его и даже не будем с ним разговаривать. Он, Масхадов, знал, что больше, чем 2 и 3 маджилисты Ашуры были с нами, и если весь маджилист сойдется на чем-то, тогда Шамиль останется один, и он хорошо это знает. Я сказал ему, что это будет тебе гарантией. Он спросил меня, что ты предлагаешь? Я сказал, маджилист Ашура состоит из всех полевых командиров, они все будут вокруг тебя, никто не хочет быть президентом. Но ты не можешь принимать решения, не проконсультировавшись с ними, это обязательно. Вопрос, который согласован с маджилистом, закрыт. Ты должен будешь советоваться по большим вопросам, и, если будет необходимость, и по маленьким. И не будет принято никакого решения, которое противоречит шариату. Будет шариатский суд, который будет выносить окончательное решение по любому спорному вопросу. Суд будет решать этот вопрос согласно шариату. Таким образом, если президент принял решение, а маджилист обжалует это решение, то этот вопрос решает и шариатский суд. Если шариатский суд скажет, что решение закона, то бисьмиллях, решение президента приступает в силу. Но если суд посчитает решение незаконом, то это решение не проходит, даже если на нем сойдется весь маджилист. Это шариат Аллаха. Если мы сделаем так, то с позволения Аллаха, при какой-либо ошибке, ответственность будет падать не только на твою голову. Таким образом, если случится какая-либо проблема, и люди скажут, что это случилось из-за масхадова, весь маджилист станет на твою сторону. И если будет какая-либо польза в этом для ислама и мусульман, то это будет заслуга всех. Альхамдулиллях. Думая, что в маджилисе его будем окружать только мы, он сказал, есть много людей, работающих со мной за границей, таких как министр и стран отдел официальный представитель. Я сказал ему, что сделают эти люди, если они войдут в маджилис Аш-Шура, какова будет их работа? Любой, кто участвует в джихаде, неважно, воюет он здесь или поддерживает джихад, и маджиадов за границей, может войти в этот маджилис. С этим нет никаких проблем, поскольку не только мы находимся в военном маджилисе Аш-Шура, но также и люди, находящиеся за границей, такие как Мауллади Удугов, Ахмед Закаев и условия шариата, также распространяются на них. Они могут войти в маджилис, и с этим нет никаких проблем. Я сказал ему относительно президентства. Срок не должен быть временным. Мы можем написать, что ты будешь президентом, пока условия применяются на тебе, пока ты не нарушаешь приказы Аллаха. Зачем каждые 4 года ставить нового на твое место? Нет никаких проблем в том, что ты останешься на своем посту до конца, до тех пор, пока ты трудишься на одном пути на шариате. Он согласился со мной и спросил, когда я отвечу ему. Я сказал, Отлично, маджилис будет созван через 2 недели. Я свяжусь с тобой, иншаллах. Я гарантирую, если ты согласишься на все условия, остальные тоже примут это предложение. Он сказал, Хорошо, я соглашаюсь. Я сказал, Прекрасное. Он спросил, Когда я приду? Я сказал, Через 2 недели. Я ждал в течение этих 2 недель, как на иголках. Маджилис Ашура встретился с Шамилем, и он начал говорить о причине разногласия между нами и Масхадовым, и что мы поправили ситуацию, и мы собрались на этом маджилисе, чтобы посмотреть на предложение Абу Аль-Уалида, который встретился с Масхадовым и предложил ему условия от нас, и попросил меня разъяснить братьям ситуацию. Я объяснил братьям ситуацию, и они сказали, Бесьмиллях, ты начинай говорить, что ты думаешь по этому вопросу. Я сказал им, Мы воюем в течение 3 лет, и я являюсь военным человеком на поле боя. Враг несет большие потери, но у нас нет никакого политического фронта, чтобы воспользоваться этими победами. Масхадов должен быть лидером, потому что народ избрал его, и они рассматривают только его как лидера, несмотря на его ошибки. Он признает эти ошибки и раскается в них. Он не будет один, и не все будет в его руках. Братья были довольны этим разговором и сказали, что это правильно, и они единодушно согласились работать с Масхадовым. Шамиль сказал хорошие слова. Масхадов сам по себе неплохой, но плохие те вокруг него. Когда вокруг него будут муджахиды, мы увидим от него то, что никогда не ожидали. И инчааллах, если мы все будем вокруг него, то даже нет смысла встречаться, чтобы уладить разногласия. Если он согласится на эти условия, то бисьмиллях, мы встретимся с ним. Если не примет, то мы откажемся встречаться. Мы написали 5 условий. Первое. Правление по закону Аллаха. Не демократия или какая другая система. Источником законодательства является только исламский шариат. Второе. Шура становится обязательной. Мы формируем маджилист аш-шура из командиров маджаидов. Президент не принимает решения, не проконсультировавшись с мнением остальных. И мнение большинства проходит, если соответствует шариату. Если мы не соглашаемся с чем-то, тогда мы обращаемся к шариату, и шариатский суд даст решающее слово. Третье. Изменение политики и снятие с постов людей, недовольных шариатом, особенно министра обороны и ему подобных, которые движутся в сторону демократии. Мы сказали Масхадову, что их нужно убрать с постов. Четвертое. Условие состоит в покаянии и признании, что прежняя политика, особенно между двумя воинами, была неправильной. Это было самое сложное из условий, так как чеченцы очень гордый народ, они не могут сказать, я был неправ перед людьми. Это действительно было одним из самых сложных условий. Пятое условие состоит в том, что в случае нарушения вышеперечисленных условий военный маджлист Аш-Шура выходит из договора. Мы договорились об этих условиях, а затем пошли к Масхадову. Перед этим, Сайфул-Ислам Аль-Масри по пути встретился с нашим братом Абу-Усманом Доккой Умаровым и сказал ему о проведении встречи для объединения, так что все командиры были согласны с этим действием. Я вместе с нашим братом Сайфул-Исламом, Резваном Рахмановым, и нашим братом Абдул-Халимом, встретились с Масхадовым и предоставили ему этот документ, потому что встреча должна была состояться только после принятия им этих условий. Наш брат Сайфул-Ислам произнес хорошие слова о единстве, благодаря которому Аллах, Свят Он, дарует нам победу. После этого я начал говорить, и в моих словах была некоторая резкость. Так, чтобы он знал серьезность этого вопроса, это военный маджлист Аш-Шура, они прибыли к тебе, я клянусь Аллахом, их количества не настолько мало, чтобы увеличить их число, присоединяя тебя к ним. Также они не нуждаются в твоих деньгах, и они не являются слабыми. Таким образом, ты не сделаешь их сильнее. Они пришли сюда, следуя словам Аллаха Всевышнего, крепко держитесь, заверив Аллаха, все вместе и не разделяйтесь. Именно это заставило их прийти сюда. Аль-Хамду лилля, у них все есть, поэтому не будь из тех, кто отказался. Он прочитал условия и начал обсуждать этот вопрос. И мы обсудили этот вопрос с Абдул-Халимом, да воздаст Аллах им облагом. Главой шариатского суда, который сказал, «Бисмиллях, иншаллах, не будет никаких разногласий, когда мы встретимся и обсудим нерешенные вопросы». Основной момент был в признании ошибок. Масхадов сказал мне, «Я совершил ошибки, и все люди делают ошибки. Такой-то и такой-то человек сделал ошибки. Не только я один совершил ошибки, не только я один буду их признавать. Я не говорю, что не делал ошибок, но именно вы сделали огромную ошибку, когда оставили меня с этим лицемером Кадыровым». Мы сказали ему, «Иншаллах, это больше не повторится, и большая ошибка состоит в том, когда один человек берет все на себя и отдает приказы, не посоветовавшись Шурой». Это была большая ошибка, и это для нас урок. «Бисмиллях, мы пойдем к нашему брату Шамилю», потому что он согласен. Он сказал, «Бисмиллях, я пойду с вами». Наш брат Масхадов встретился с Шамилем, и мы перебрались в местность, о которой я не могу упомянуть. Но вкратце мы пошли и встретились с шейхом Абу-Умаром Ас-Сейфом и остальными Амирами и провели там 4 дня. Были некоторые проблемы, обсуждаемые там, но по милости Аллаха в течение 4 дней были решены спорные вопросы и все дали клятву придерживаться единства. И что основой будет шариат Аллаха Всевышнего. Если будет разногласие, шариатский суд решит его. И в шариатском суде все будут равны, неважно кто ты, президент, министр или Амир Муджаидов. Все они были очень довольны этой встречей, включая Масхадова и Шамиля. Моральный дух стал подниматься, и все были очень рады. Мы сделали видеозапись и послали копию вам. Братья в Грузии были очень счастливы и начали, соревнуясь, прибывать сюда. Один из братьев сказал, что люди, чтобы посмотреть эту запись, выстраивались в очередь. В то время области были распределены в военном отношении. Был Восточный фронт, Западный фронт, Столичный фронт и Северный фронт. Расходы стали увеличиваться. После встречи Масхадов отправился на территорию Западного фронта. Я возвратился на Восточный фронт, а наш брат Сейфу-ль-Ислам пошел с Масхадовым. Он был выбран Масхадовым, чтобы быть его специальным советником, без мнения которого он не будет принимать решение. И об этом был написан официальный указ. Алихамдулиля. Он пошел с ним в сторону Западного фронта и там провел встречу с Амирами. Один из командиров Суфьев, который был связан с Масхадовым, пришел к нему и сказал, «Ты собрал ваххабистов вокруг себя и покинул Мюридов и кадаритский тарикат. Зачем ты это сделал?» Масхадов очень рассердился и сказал ему, «Где сейчас те люди, которых ты называешь Мюридами?» «А те, которые ты называешь ваххабистами, делают джихад. Мы знали правду и действительность. Посмотри на свою одежду и обувь. Твоя внешность не похожа на боджиада. Пока ты сидел в Ингушетии, они воевали. Так что не говори так». Он сказал ему, «Я хочу находиться под руководством Дока Умарова, потому что он командир Западного фронта. Я не хочу быть непосредственно связанным с тобой». Он сказал ему вежливо, «Мы объединились и дали клятву. Я не собираюсь быть первым, кто нарушит ее. Если ты хочешь быть с Доком Умаровым, то иди без смеля, но если хочешь остаться, то ты мне не нужен». Он сказал, «Я уйду и никогда не вернусь». Он сказал ему убираться и выгнал его, а для чеченца быть изгнанным кем-то является серьезным делом. И братья, которые были там, рассказывали, что Масхадов очень рассердился и произнес очень резкие слова. И он начал защищать братьев, сказав, «Те люди, которых ты называешь ваххабистами, являются муджагидами. И правда на их стороне. И все, что вы, такие как лицемер Кадыров, говорили о них было ложью. Теперь мы можем это видеть». У него была хорошая позиция, и это была его первая фаза. Наш брат Сайфу-ль-Ислям был с ним. И он, Масхадов, начал заучивать Кур'ан с таджвидом. В последнем письме от него говорил, что в уроках по Сирии, в географии пророка, мы дошли до взятия Мекки, а также он заучивает хадисы пророка, алейху саляту салям, инча Аллах. Я ожидаю от него хорошего, пока наш брат Сайфу-ль-Ислям с ним. Мы просим, чтобы Аллах сохранил его и сделал так, чтобы Сайфу-ль-Ислям продолжал быть рядом с ним. Я клянусь Аллахом, после той встречи было очень большое благословение. Эта встреча была первым шагом. С первого дня, с первого собрания я всегда советовался с некоторыми шейхами, за которых я прошу Аллаха, чтобы он сохранил их, благословил их жизнь, время их работы, и мы всегда обсуждали эти проблемы. И они давали нам советы относительно этих проблем. Также братья, командиры, говорили с шейхами, находящимися здесь или по телефону. Это их мнение и слова, и они были очень довольны тем, что шейхи сказали на этих беседах. Я сделал это, чтобы никто не испытывал желание сделать что-либо. Я собрал большую встречу. После того, как каждый командир сказал свое слово, я сказал, все алимы и шейхи, особенно на Аравийском полуострове, ждут результата этой встречи. Мы сообщаем им об этой встрече, и они будут знать, кто хочет шариата и единства. Все встретятся, и мы узнаем, кто желает единства и осуществления шариата Аллаха. Поистине, привлечение шейхов произвело большой эффект на этой встрече, и я прошу Аллаха вознаградить их благом. После той встречи мы сразу увидели барракят. Во время той встречи началась операция в Веденском районе. Братья вошли туда и контролировали его в течение одного-двух дней. Велись ожесточенные сражения, где было уничтожено много единиц техники и танков, было убито много русских солдат и взято много военных трофеев. После этого был подбит вертолет, который являлся самым большим вертолетом в мире, в нем находилось 200 спецназовцев. Один из них, и все они были офицерами, равняется 50 рядовым солдат. Обучение одного из них требуется в 50 раз больше затрат. Эти спецслужбы связаны непосредственно с Путиным, и не подчиняются армии, она не вмешивается в их работу. Они относились к самым жестким военным органам, которые принесли много бед чеченскому народу. Если кто-то попадался им в руки, то можно и не мечтать увидеть его вновь. Эти враги Аллаха увезли около 5-6-7 тысяч человек из чеченского народа, и никто не знает, что с ними сделали, живы они или нет, и даже командиры русской армии не в состоянии вернуть их. Они были одним из самых коварных спецслужб. Так что это был сильный удар по ним. Альхамдулиля, я клянусь Аллахом. Это было результатом баракята этой встречи. Это случилось спустя один месяц после мажлиса. Также после встречи мы договорились проводить полномасштабные операции от запада в районе Бамута до востока в Зандаке. Операции начнутся с начала месяца. Затем мы объявили про эту встречу, и телеканал от Джазира показал о некоторой ее части. Мунафики сходили с ума, это был очень серьезный удар по ним. Из-за объединения начались полномасштабные операции. К муджагидам были посланы люди с приказом, если какая-либо грубо готова, то бисьмеля, пускай начинает операцию. Муджагиды начали заходить в села и города и выставлять посты по всей территории. Повсюду прошли большие операции, и враг понес огромные потери. Также в течение этого лета больше чем 10 вертолетов были сбиты, аль-хамду-ли-ля. У нас еще не было, чтобы в одно лето были сбиты 10 вертолетов. Также в это лето был подбит истребитель, так что от этого объединения был большой баракят от Аллаха. В одном из интервью российского командира спросили, почему в этом году количество операций увеличилось, это потому что боевики объединились? Он ответил, нет, это не потому что они объединились, они адаптировались к войне, и они стали приобретать опыт, но это не по причине их объединения. Таким образом, он признал, что операций было больше, чем в прошлом году. Этот враг Аллаха знает, что у муджагидов есть опыт трехлетней войны. Так какой же у них будет опыт через 4, 5, 6 лет? А мы верим, что это благословение Аллаха Всевышнего и объединения. Были проведены операции, о которых я не могу упомянуть в деталях, но было проведено много операций. Затем прошла операция в Москве, Норд-Ост. Да примет Аллах братьев как шахидов, альхамдулиля, это была успешная операция. Это сотрясло Россию и доказало, что муджагиды все еще здесь и способны ударить в сердце российской столицы. Это касательно московской операции, у которой были хорошие результаты, альхамдулиля. Плоды этой операции значимы до сих пор, и мы благодарим Аллаха за это. После этого была проведена операция из Тишхада, подрыв дома правительства в Грозном. Это была успешная операция, альхамдулиля. В этой операции участвовал брат 40 лет, его 15-летняя дочь и его 17-летний сын, находившийся в другой машине. Вся семья участвовала в этой операции после того, как в доме этого брата были убиты его жена, дочь, сын и отец. Мы просим, чтобы Аллах принял их как шахидов. Это было прошлым летом. Иншаллах, будет еще много шахидских операций, потому что есть много желающих молодых братьев. И иншаллах, скоро будут новости о подобных операциях. Касательно будущих операций, это четвертый год, и операции продолжаются, и убийство врагов Аллаха продолжается, и уничтожение военной техники никогда не останавливалось, и происходит почти ежедневно. Посмотрите, кто на этой войне побеждает, и кто проигрывает. На этой войне есть три стороны, получившие ущерб. Первая сторона, российское руководство, они расходуют огромные деньги, отнеся тяжелые потери, являются первыми проигравшими. Вторая сторона, российские солдаты, которые воюют, не имея какой-либо причины, идеи или акейды. Третья сторона, бедный чеченский народ, их дома были разрушены, многие стали беженцами, голодали, их честь была унижена. Что касается муджахида, то им не навредит, альхамдулиля, у них нет ничего на руках, чтобы терять. Их кровом является небо, а их кроватью земля, и враг не может отобрать их небо и землю, так что наша крыша над головой это небо, а наша кровать это земля, и нас оберегает Всевышний Аллах, альхамдулиля, враг ничего не может с нами сделать. Мы совершаем обряды покладения, такие как намаз, пост и другие виды, которые мы не можем оставить. И клянусь Аллахом, особенно после того, как муджахид стал как рыба в воде, он не может покинуть поле сражения. И когда один из нас убит, на его место приходит 2, 3, 4 человека. Клянусь Аллахом, мы возвращаем обратно людей, желающих присоединиться к джихаду, потому что у нас недостаточно оружия, и мы не нуждаемся в большом количестве людей, так как это партизанская война, которая должна состоять из групп с маленьким количеством натренированных людей, которых мы в состоянии обеспечить. Нам не нужны большие скопления, потому что враг только и ждет, чтобы мы собрались в лесу с толпами, и он обстреливал нас из артиллерии. Мы просим наших ученых, чтобы они не оставляли нас без поддержки. Мы очень нуждаемся в финансовой поддержке, особенно в наши дни. Также мы нуждаемся в моральной поддержке. Клянусь Аллахом, мы были в шоке, когда услышали, что шейхи поменяли свое мнение относительно нас. Мы не знаем, что послужило причиной этому. Даже я упомянул в письме, может быть вы его читали, что мы и всегда слышали, когда делали дуа во время пятничной молитвы в священной мечети. О Аллах, даруй победу муджахидам во всем мире. О Аллах, даруй им победу в Палестине, Кашмире и Чечне. Теперь же они не упоминают Кашмир или Чечню. Почему? Я не знаю. Сегодня Кашмир или Чечня не упоминается в дуа, а завтра перестанут упоминать Палестину, а затем фраза «Даруй победу муджахидам во всем мире» не будет произноситься в дуа, а затем окажется, что нет джихада в наше время. А Аллах знает лучше. Этот вопрос сразил нас, и Аллах знает, как это поразило нас. «Даже если мы будем оставлены всеми людьми, мы, иншаллах, продолжим сражаться на этом пути, и, иншаллах, мы не отступим, даже если никого с нами не останется. Мы верим в Аллаха и его победу, и он может одарить нас этой победой». Аллах Всевышний говорит, «Мы непременно испытаем вас страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов, обрадуй же терпеливых». Аль-Ба-Кара, 151 аят. Да, люди могут оставить нас, финансы, которые мы получаем на войну, могут уменьшаться. Может случиться то, может случиться это, но в итоге, если мы будем терпеливы, победа будет за нами. Мы ждем только победы или шагады. Перед нами две победы. Если мы будем убиты, это победа, и это лучше победа. И если мы победим на войне, это также является победой. Наконец, мы просим наших братьев-ученых, чтобы они не подводили нас, ведь поддержка делается ради Аллаха, а не ради людей. Когда наш брат Хаттаб, рахимуллах, был убит, поддержка была оставлена, потому что это было ради человека, а не ради Аллаха. Бизнесмены, шейхи или любой из братьев, кто поддерживал нас во времена Хаттаба, теперь оставил нас без помощи, что означает, что их поддержка была ради человека, а не для джихада. Вся Аллах, посланные деньги будут израсходованы в правильном направлении. Я прошу, чтобы Аллах помог нам правильно нести эту ответственность, и мы не можем остаться без советов наших ученых. Я прошу Аллаха, чтобы Он сохранил всех мусульман, дал нам увидеть истину и последовать за ней, и увидеть заблуждение и отдалиться от Него, и чтобы Он просил нас и вас. Ва-ссаляму алейкум ва-рахмату Аллахи ва-баракяту. Ваш брат Абул-Валид Аль-Гамиди. Чечня. Перевод с английского Бекхан Магомадов.